Добрый день, это проектный офис Ертаса Владахалана и передача АРМБАР. Сегодняшний выпуск посвящен итогам недели, которая прошла под знаком Международного дня борьбы с коррупцией. И у нас в студии первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Павловарской области Ардак Болгожин. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вот хотелось бы поговорить о 9 декабря, как известно, с 2003 года по инициативе Организации объединенных наций. Ежегодно он отмечается как Международный день борьбы с коррупцией. Вот что прошло в его рамках на уровне республики и в рамках деятельности антикоррупционной службы Республики Казахстан? Да, действительно, этот праздник празднуется у нас с 2003 года. Казахстан тоже присоединился к этой конвенции. Сейчас более 180 уже участников этой конвенции. Самое примечательное, что наши соседи, Российская Федерация, присоединилась уже после нас. На республиканском уровне в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря в Алмате прошла шестая очередная конференция традиционная. Ее особенность была в том, что она была проведена в онлайн формате под девизом «На пути к добропорядочности, повышения прозрачности, подотчетности и общественного участия». Она была организована агентством по противодействию коррупции при поддержке фонда Нушултана Назарбаева, ОБСЕ и ряд других партнеров. Он отметил, что наша антикоррупционная политика совершенствует на основе передовых методов, мер противодействия коррупции. И также подчеркнул, что мы проводим антикоррупционные реформы, ставя во главу политическую модернизацию. Но об этом мы уже как-то неоднократно говорили, что это и трансформация государственных органов, переход на сервисную модель, клиент-ориентированность и так далее. С приветственным словом выступили первые руководители антикоррупционных ведомств Монголии, Узбекистана, Китайской Народной Республики, также представители ООН и все они отметили, что Казахстан предпринимает огромные шаги по имплементации базовых положений Конвенции ООН против коррупции. В ходе конференции также были обсуждены методы оценки эффективности антикоррупционных инициатив, механизмы обеспечения. По итогам были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с обязательным привлечением зарубежных партнеров и неправительственных организаций. Также определены дальнейшие направления развития антикоррупционной политики непосредственно в нашей стране. У нас в области, в регионе, на областном уровне по инициативе нашего департамента совместно при содействии Акимата области была проведена масштабная антикоррупционная конференция, также традиционная и особенность в том, что она также прошла в онлайн режиме. Условия диктуют нам. Да, условия нам, к сожалению, диктуют такое, что мы должны переходить на онлайн формат. И особенность в том, что мы привлекли к участию международных экспертов, слава богу, онлайн позволяет. И к нам подсоединились эксперты непосредственно из Казахстана, со столицы нашей города Нур-Султана, и также с Российской Федерацией были подключены. И из Белоруссии, насколько. Да, из Белоруссии также. И примечательно, что в этой конференции приняло участие более 100 человек. И даже нам пришлось немножко админа просить, чтобы расширить там, потому что есть ограничения контента, и мы немножко просили это сделать. И также по итогам мы также озвучили меры, какая у нас работа проводится непосредственно нашей службой по Валдарской области, и какие перспективы дальнейшей нашей работы. Ну, международные эксперты ознакомили с опытом, презентовали некоторые новшества именно в работе, в противодействии коррупции, которые принимаются за рубежом. По итогам мы, соответственно, наградили наших активных граждан, граждан с активной гражданской позицией. Кто был среди них? Среди них представители общественности. Во-первых, их было обосновное количество. Были также некоторые государственные служащие, руководители квази-государственного сектора, представители средств массовой информации. И телеканал ЕРТС-ТВ, у нас тоже ряд журналистов этого телеканала были отмечены во главе с руководителем. И мы выражаем также, пользуясь случаем, выражаю благодарность телеканалу за то, что и вам, тоже Резабек, за то, что есть такая площадка, на которой можно обсуждать какие-то проблемные вопросы. И мы некоторые ваши выпуски анализируем, проводим параллель и из некоторых делаем выводы и выносим рекомендации. Я заметил, что особенность этого года в том, что были награждены рядовые граждане. Вот такое нечасто встретишь, чтобы простые жители Павлодара были награждены грамотами за то, что они активно вовлекаются в общественный контроль. То есть они проявляют неравнодушие в выполнении каких-то госпрограмм, обращаются в антикоррупционную службу, в проектный офис. Я думаю, это вот такое новое веяние нужно продолжить, чтобы на следующий год вот таковых неравнодушных людей было больше. И вот они действительно были отмечены достойно за свою позицию, гражданскую, активную позицию. Я хотел бы дополнить, что да, действительно было много просто граждан, они не госслужащие, они не работники, даже не представители, не правительственные организации, просто действительно люди, которые с активной гражданской позиции. Ряд был их. Да, за что им очередная благодарность от проектного офиса, от антикоррупционной службы. Мы желаем вам, чтобы вы вашу гражданскую позицию усиливали в дальнейшем. Вот давайте поговорим о свежей, буквально вчерашней инициативе, которая была, станет, наверное, каким-то новым таким шагом к противодействию коррупции. Буквально вчера Сенат Республики Казахстан одобрил новую инициативу в части отмены условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, преступления. Вот что это даст, насколько эта мера будет действенной? Ну, норма, запрещающая условно-досрочное освобождение для лиц, совершивших коррупционные правонарушения, вошла в третий пакет защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. Эта норма подготовлена в рамках послания президента Касымжимата Такаева народу Казахстана. Кроме того, в уголовный кодекс также будут внесены поправки по ужесточению наказания сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей, ну и посредников также во взятном числе за совершение коррупционных преступлений. К сожалению, при передаче взятки зачастую бывает задействовано и третье лицо, которое или склоняет, или является посредником. Но потом за последствия не отвечает. Да, потом, а потом это, к сожалению, да. Так, по статистике за 17-19 годы и 7 месяцев 2020 года условно-досрочно вышли на свободу 111 коррупционеров. Из них 7 человек это в 17-м году, в 18-м году 47, в 19-м 30 и за 7 месяцев 2020 года 27 человек. То есть вы видите, что с одной стороны это как бы имеется, можно сказать, что права человека, да, он может быть осознал и так далее. Но с другой стороны, это нивелирует все меры, которые принимает государство для противодействия коррупции, чтобы изжить вот это зло. И не зря иногда в комментариях появляются такие, в социальных сетях иногда появляются такие комментарии, что борьба с коррупцией напоминает там рыбалку там на зарубежном телеканале, да, это когда начинал географик, там поймали рыбу, отпустили, да. И поэтому, чтобы не было именно таких комментариев, для того, чтобы было именно осознание того, что за прокоррупционное преступление и правонарушение неизбежно наказание, независимо кто ты, независимо какую ты должность занимаешь. Закон должен быть для всех единым. И, ну, вы знаете, что усиление борьбы с коррупцией президент ставит во главу угла. В этом году у нас ряд антикоррупционных мер, пакетов было принято. Да, кстати, в этом году вот небывалое количество по сравнению с последними годами, а прошла активизация, и вот какой-то новый такой большой широкий шаг был сделан. Вот об этих тоже пакетах напомните нам? Ну, начнем с того, что в прошлом году был инициирован пакет, и он внедрен уже. Это ответственность первых руководителей за совершение коррупции их подчиненными. К счастью, у нас именно таких нету случаев, когда политические и государственные служащие были освобождены за коррупцию своих подчиненных, потому что те дела, которые у нас были до вступления в силу, они были завершены, и, соответственно, закон обратной силы не имеет. Но мы постоянно... Имеется в виду по нашему региону, да? Да, по нашему региону имеется в виду. А по Казахстану, да, имеются случаи, когда акимы всевозможных уровней за своих подчиненных покидали свои рабочие места. Восстановлена антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, и видена дифференцированная система поощрения граждан. Ну, эти механизмы уже зарекомендовали. Буквально вчера мы проводили встречу с руководством Департамента юстиции. Уже началась работа, уже поступают документы, которые проходят вот эту антикоррупционную экспертизу. Второй антикоррупционных норм был... Да, это удивительная вещь, что довольно-таки определенное количество лет, немалое, да, антикоррупционной экспертизы не было как таковой. И вот мы вернулись к тому, что она заревала давно уже. Да, она с 2003 года была отменена, но по инициативе агентства она была потом в прошлом году, в 2019 году была инициирована, и первым пакетом поправок в антикоррупционное законодательство вошла. Второй пакет в этом году был принят, это 6 декабря. Усиленное антикоррупционное ограничение, полный запрет на дарение и получение подарков. Ограничение совместной работы близких родственников. Ну, по получению подарков уже к нам звонят некоторые государственные службы. Да, Новый год на носу. Новый год на носу, вот это переживает. Ну, хотел бы сразу сказать, что на государственной службе подарки принимать, дарить не рекомендуется и запрещено законом. Поэтому, во избежание всевозможных потом привлечений, всевозможных потом эксцессов, я бы рекомендовал настойчиво исполнять непосредственно эти требования. И третий пакет законодательных мер, буквально вчера, как вы уже сказали, Резавек принят, сенатом парламента в двух ченях и также в реализацию послания президента они идут. Они направлены в усиление ответственности за коррупцию здесь и с недопущения по условно-досрочному освобождению. И также ужесточение наказания и также недопущение отбытия их наказания в колониях-поселениях. Ну и еще также новшество – это ограничение по владению счетами за рубежом. Основные ориентиры в работе – это правоприменительная практика, международные стандарты, международная практика. Но насколько я знаю, что и повышена ответственность представителей квази-государственного сектора, которые раньше не акцентировались, на котором антикоррупционные меры. Вот об этом можно будет рассказать? Ну, новшества также закоснутся и субъектов квази-государственного сектора, непосредственно, кто в нем осуществляет свою деятельность. Самое первое – это обязательное условие создания комплайнс-служб в системе квази-государственных секторов. Да, можно вот по-простому, чтобы люди наши знали, что это такое, для чего это делается? Ну, комплайнс-служба – это некоторые ее путают со службой безопасности, некоторые путают с кадровой службой. Но это такая служба, которая направлена на выработку политики субъекта в правовом поле, в поле соблюдения антикоррупционного законодательства. То есть должно быть именно четкое соблюдение, никаких всевозможных правонарушений именно антикоррупционного законодательства. Там целый ряд мер, которые они принимают, это я так вкратце в общем сказал, но мы сейчас уже прорабатываем на то, чтобы у нас непосредственно в нашей области, у нас есть несколько непосредственно региональных субъектов квази-государственного сектора, внедрить там службу, комплайнс-службу. Хотел бы сказать, что в крупных национальных компаниях эти комплайнс-службы функционируют. Те же самые заводы, которые у нас стоят, они входят в систему компании ERG или там еще другие компании. Они имеют в своем составе тоже комплайнс-службы, которые централизованы и на местах у них по одному комплайнс-офицеру находятся. Мы с ними налаживаем сейчас связь. С некоторыми мы уже год как работаем плодотворно. И сейчас мы наоборот расширяем поле этой деятельности. Ну и вот эта норма 17 октября, она, эта норма обязательно. А частный сектор, они уже будут как на свое усмотрение, и это право за ними закреплено законом. Ну что ж, спасибо, что пришли. Мы с вами подвели итоги недели, в рамках которой прошел Международный день борьбы с коррупцией. Спасибо. Это была передача «Армбар». Смотрите нас в понедельник, среду и пятницу. А сейчас вашему вниманию короткометражный фильм, который прививает антикоррупционное мышление. Ну и, Аслан, это же взятка. Тебя совесть не мучает? Остальные вон, мешками берут. А это так, каплю в мой. Большая коррупция начинается с мелочей. За нее ты можешь поплатиться свободой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok